книга открытым оком том 26 вопрос 3831 тема смерть каждый день приближает нас к смерти и потому радости и даже в самом приятном все меньше по этому вопросу нет ничего радостнее слышать что человек бессмертен что об этом нужно сказать в первую очередь тем кто живет одним днем отвечает игнатий тихонович лапкин если у человека нет веры в истинность сказанного в библии то что ему могут дать наши слова пусть просит веру у бога что слово божие есть окончательная на земле истина и о жизни и смерти в библии сказано очень определенно и утешительно книга второзакония 30 19 во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю жизнь и смерть предложили тебе благословение и проклятие избери жизнь дабы жил ты и потомство твое притчи 11 19 праведность ведет к жизни а стремящийся к злу стремится к смерти своей оттого и томит меня шорох травы что трава пожелтеет и роза увянет что твое драгоценное тело увы полевыми цветами и глиною станет даже память исчезнет о нас и тогда оживет под искусными пальцами глина и впервые плеснет ключевая вода в золотое широкое горло кувшина и другую быть и может обнимет другой на закате в условленный час у колодца из плеча обнаженного прах дорогой соскользнет извиня на куски разобьется георгий иванов притчи 1228 на пути правды жизнь и на стезе ее нет смерти притча 30 15 учение мудрого притчи 13 15 учение мудрого источник жизни удаляющий от сетей смерти порой часы обманывают нас чтобы нам жилось на свете безмятежней они опять покажут тот же час и верится что час вернулся прежний обманчив дни и лет круговорот опять приходит тот же день недели и тот же месяц снова настает как будто он вернулся в самом деле известно нам что час не возвратим что нет ни дням ни месяцем возврата но круг календаря и циферблата мешает нам понять что мы летим самуил маршак иеремия книга двадцать один восемь и народу сему скажи так говорит господь вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти евангелия ты она пять двадцать четыре истина истина говорю вам слушающие слово моё и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит но перешел от смерти в жизнь 1 и она 3 14 мы знаем что мы перешли из смерти в жизнь потому что любим братьев не любящий брата пребывает в смерти сколько мне жить впереди неизвестность жизненный пламени еще не потух бодрую силу теряет телесность но пробудясь окрыляется дух грустные и сладкие предсмертные годы это привычное мне бытие эти картины родимой природы все это словно уже не мое плоти не чувствую прежние обузы жду перехода в обитель теней с милой землей растают расторгаются узы дух возлетает все выше над ней чужд неспокойному страсти недугу ведая я тихую радость одну словно хожу по цветистому лугу но ни цветов ни травы уж не мну а жемчужников римлянам 27 тем которые постоянством в добром деле ищут славы чести и бессмертия жизнь вечную римлянам 5 10 ибо если будучи врагами мы примирились с богом смертью сына его то тем более примирившись спасемся жизнью его смерть смерть хотела взять его за горло а прокинуть на земь придушить он не мог ей это разрешить и сказал не вовремя приперла кое-что хочу еще свершить тут то он и принялся за дело сразу вдохновение овладела потому что смерть его задела понял он что надобно спешить все решать что надобно решить леонид мартынов римлянам 5 21 дабы как грех царствовал к смерти так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной иисусом христом господом нашим римлянам 6 4 итак мы погреблись с ним крещением смерть дабы как христос воскрес из мертвых славы отца так и нам ходить в обновленной жизни чудотворным молилась иконам призывала на помощь любовь а на сердце малиновым звоном запивала цыганская кровь эх надеть бы мне четки как бусы вместо черного пестрый платок да вот ты такой нежный и русый а глаза василек ты своею душою глубинной навсегда затворился в скиту я же выросла дикой рябиной вся по осени валом цвету да уж видно судьба с тобой рядом свечи теплить акафисты петь класть поклоны с опущенным взглядом да цыганская кровь гореть 1924 год черубина римлянам 623 ибо возмездие за грех смерть а дар божий жизни вечная во христе иисусе господи римлянам 82 потому что закон духа жизни во христе иисусе освободил меня от закона греха и смерти римлянам 86 помышления плотские суть смерть а помышления духовные жизнь и мир бывают светлые мгновения мир ясный душу осенит огонь святого вдохновения неугасаемо горит оно печать бессмертной силы на труд обдуманный кладет оно безмолвию могилы и мертвым камнем жизнь дает разврат и пошлость поражает добру приносит фимиам и вечной правде воздвигает святой алтарь и вечный храм оно не требует награды в тиши творит оно как бог но человеку нет пощады в бездонном омуте тревог падет на груди заботы камень свободу рук скует нужда и гаснет вдохновение пламень могучий двигатель труда 1852 год и с никитин второе коринфянам 2 16 для одних запах смертоносный на смерть а для других запах живительный на жизнь и кто способен к сему 2 коринфянам 4 11 ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей 2 коринфянам 5 4 ибо мы находясь в этой хижине воздыхаем под бременем потому что не хотим совлечься но облечься чтобы смертное поглощено было жизнью Филиппийцам 1 20 при уверенности и надежде моей что я не в этой хижине не воздыхаем под бременем потому что не хотим совлечься но облечься чтобы смертное поглощено было жизнью Филиппийцам 1 20 при уверенности и надежде моей что я ни в чем посрамлен не буду но при всяком дерзновении и ныне как и всегда возвеличится Христос в теле моем жизнью ли то или смертью м и м м